Многие, кто играл в сталкеры в Припяти, помнят квест, где нам надо преследовать стрелка по радиомаячку. Стрелок же бежит по подземным тоннелям в сторону прачечной. Но, я думаю, мало кто задумывался, а как стрелок попал в Припять? Сегодня я вам расскажу о своих предположениях, как он мог попасть в эти тоннели под Припятью. А вы на SP Channel, и мы начинаем. Как мы знаем, по приходу на первую точку мы видим перед собой небольшую яму и трубу, которая немного выпирает из земли. А где-то рядом находится тоннель, где и был стрелок. Потом, маячок начинает движение и движется во двор общежития. По приходу туда мы видим канализацию, где и был стрелок. Затем Ковальский нам говорит, что стоит вернуться на базу и приготовиться к атаке. Он думал, что это монолитовцы готовили атаку. Но это был стрелок. Майор, это Ковальский. Возвращался бы ты назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. Хорошо, что теперь они нас так не застукают. По приходу в прачечную показывается часть сцены, как стрелок уже заходит в прачечную. Не стреляйте, я иду к главному входу. Ты кто такой? Я стрелок. Но как он выбрался из тоннеля? Позади прачечной есть закрытый люк. Вероятнее всего, именно здесь вылез стрелок. Но нас интересует более важный вопрос. Как стрелок попал в тоннель Припяти? Мы отслеживали твой радиомаячок. Да, я связывался с одним сталкером по кличке Проводник. Он рассказал, как добраться до этого места по подземным туннелям. Кто такой этот Проводник? Это сталкер-легенда. Про него говорят, что он может провести в любое место зоны. Вашим военным повезло, что они его встретили на пути в Припять. Иначе они бы долго не протянули. Откуда ты знал, что есть военные? От Проводника. Это он привел сюда Ковальского с его отрядом. Понятно. После этого диалога нам становится ясно, что Проводник показал дорогу по подземным туннелям до этого места. Хорошо. Но в каком месте стрелок начал свой путь? Я могу сказать лишь одно, что стрелок где-то в безопасном месте залез в эту сеть тоннелей под Припятью, где и начал свой путь. А где именно он залез, это остается загадкой. И нигде об этом не говорится. Напишите в комментариях ваши предположения, как стрелок попал в эти тоннели. Будет интересно почитать. А также спасибо Егору, владельце канала Пугач Гоу, что принял участие в создании данного видео. А на этом у меня все. Как только под этим видео набирается 50 лайков, я сразу же выпускаю следующую часть. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok